Да, на профи ты вообще был? На профи не был, яс. Ещё колба, блин. На одном БГ жил, что ли? Ну догадайся, Дэк Дымыч, кому колба надо? Тебе? Не-е-е-е. О, натур, я захожу на пала, блядь. Сейчас, секунду, я перейду. Так, э-е-е... Ну вот, примерно, да, нормально. Соответственно, э-е-е... Пимша для тебя. Остальные никто не говорил. Соответственно, стоишь вот в этой меточке. Сюда телепорт ставишь. Когда сюда будешь телепортироваться, его обновляй сразу. Есть, понятно. Далее, по тактике босса, соответственно, до э-э-э... Босса три фазы, соответственно. Первая фаза идёт до 80% ХП, 20% ХП босса. Босс будет кидать лужи, такие маленькие зелёные колбы. Когда они упадают на землю, разливается с них лужа. С этих лучше моментально выбегать. Соответственно, до первых луж, э-э-э... Профа где-то примерно танчит здесь, багровый. На максимальном ранже. Дальше. Первые лужи разлились, ведёшь его под зелёную колбу. Соответственно, РДД хилы стоят в крестики. Далее. Будут зелёные колбы. Вылезать зелёный слизень. Соответственно, зелёный слизень выбирает цель. Ту цель, которую он выбрал, она не может двигаться. Соответственно, если тебя берёт цель, ты бьёшь, бьёшь, бьёшь. Он начинает подходить, ты тпшишься на свой портал, чтобы продлить дистанцию. Чтобы... Этот... Когда он взрывается, соответственно, если в точечную цель... Ну, взрывается, он наносит демаг. Соответственно, если сбежаться к той цели, которую он выбрал, соответственно, демаг поделится. Если не сбегаться, то это шот. Здесь по зелёному понятно. Соответственно, зелёный появился, сразу играете по зелёному. Далее. Будет появляться, соответственно, после зелёного будет появляться красный слизень. Красный слизень будет под колбой. Далее. Красный слизень сразу появился. Когда? РДДшники сразу начинают играть по красному слизню. Цель, которую выберет красный слизень, должна от него убегать. Если красный слизень догонит выбранную цель, это вайбрейд. То есть, взорвёт, умрут все. То есть, соответственно, РДД хилы бегут вот так вот через мили-зону, не задевая лужи. То есть, да... И бежите вот так вот по часовой стрелке. Здесь понятно. Милишники бегут против часовой стрелки. Вот так. Надеюсь, понятно. Далее. Ну, это по первой фазе. Соответственно, вторая фаза. Всё то же самое, как и на первой, только добавляется пельмень. Пельмень такой же маленький слизень, как было вот сейчас на гниломорде. Только он... Его не бьют, потому что он не таргетит. Считай, как дух. Он летит в рейд. Соответственно, будет три пельменя таких. Когда ударяется... Как его? Он обземлю, то он наносит урон и уменьшает скорость произнесения заклинаний или вообще скорость удара. То есть, соответственно, от этой пельменя надо уклоняться. То есть, с траектории, когда он летит, ты должен выбежать. Их будет три. Здесь тоже понятно. Далее. Если... Соответственно, будет ещё дополнительная способность у босса. Это колбы, химические бомбы. Химические бомбы будут разливаться две под боссом, соответственно, он будет ставить. Босса будет уводить сюда. Разливать их должны будет у стеночки. Соответственно, когда ты будешь, если с красным бежать, не зацепи ни лужу, ни колбу, пожалуйста. Потому что минус меткость – это раз. Во-вторых, у тебя также нанесётся урон. По второй фазе, соответственно, также появляется красный-зелёный слизень. К зелёным, если что, сбегаешься к цели. К красному, соответственно, от красного убегаешь. Далее. Доводим до 35%. Начинается третья фаза. Соответственно, слизней больше не будет. Если вызвался слизень, мы его убиваем. Соответственно, зелёный также к цели сбегаемся. С красным отбегаем. Остаются… Ну, на третьей фазе пропадают только слизни. Соответственно, лужи остаются. Лужи будут не выпить. Соответственно, надо от них будет отбегать. Далее. Также останутся пельмени. Также будут колбы. Босса будут водить по часовой стрелке. То есть, перед траекторией… Вот так вот будет где-то по стенке его вести. То есть, перед траекторией ведения танка никого не должно. То есть, здесь луж не должно быть. Вот тут луж не должно быть. То есть, вы бежите, РДДшники, архилы параллельно. Здесь понятно. Параллельно это вот так. То есть, босса от стола повели по этой. Вы идете вот так. Пельмень ударился – значит, перебежали. Лужа появилась – перебежали. Ничего сложного. Чек на понимание, на тактику. Соответственно, фулл баф отдаем. В танке, да? Да, ты в танке. Так. Каску по хантам рейбал дайте. Клинит. Дай БР… Дай эсэсэс на Шредера. Пимша – даешь эсэс на Мидвей. Задум – даешь эсэс на Даллина. Деревяка отходят. Деревяка отходят. Смотрите, вы блин видите, что у нас один танк. Кто один танк? Ну, да. А, он обратно спернулся. Лимон спекается туда-сюда балбис. Дегдемидж в танке, багровый в танке. А, тут багровый танчит. Соответственно, дегдемидж подстраховываешь. Если что, сбегаешься во всех зеленых слизнях. Чек на готовность. Так, все готовы. Отчет на пол. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм 4, который уничтожит весь Айнерон. Слушай, выходим, оперативней. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это за вами дорогие. Хотаем чушку, Эрдру. Зеленый, готовимся. Сразу по зеленому играем. По зеленому играем. Оперативней. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так. Отлично. По босс. Мосс АБР. Вента. Вента Бэриш. Буриклык. Нет. Вента Бэриш. Господин. Господин Буриклык. Оперативней. Отлично. Красный вылез. Красный вылез. Сразу по красному РДД. Миличники пока не подходят. Вента господина Бэриш. После того, как цель выберет, только тогда господина Бэриш. Пошли по красному играть. Господина Прохил. Господин Буриклык. Бэриш. Бегон. Пельмени. Че? Надо анонсировать пельмени или че? Видите по экрану зеленую надпись? Ваф раздали. Буриклык вылетел отлично. Нормально все. Пельмень. Пельмень. Господин не отдавал. Я знаю. Буриклык вылетел. Отлично. Готовимся по сериалам играть. Бафы раздали по друидам. По друидам раздали бафы. С ложе выходим. Оперативней. Почему вас нахрен миличники откинуло в другую сторону? Я не пойму. Вы должны стоять на цели этот. Пельмень. Спиной к РДД. Господин Бэйр Чопса. В красную метку встали оперативней. Готовимся. РДД уже по красному играем. Пельмень. 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 По зеленому играем. Обама не должен мешать. По зеленому играем. шинок пройдет у джованни этот ангел ну лео как ты то нахуй сдох от красного он бы курский это не понял даже чё я сделала быстрее показ мы играем кастрикастрикаст пельмень нахуй ложимся ложимся топ-хил можно больше пельмени уловить на шедера я создал ой диван ты за сэйви эсэс одежда да я диван нахуй должен был и он сдох не живой чешни все не такие все оффаются то нахуй клыкач тут да да заходи я еще скейт не ворвен нажал точечное рейсиньте пожалуйста щас рейс шкаф поставьте джованни чё эти силам такое я не пойму блять что с чем ты играешь через обновления делай нормальные белки на профи на профи нормальный на видишь как нормальную штериках хп ну просто у него два друида забирают хпс у них больше возможностей хотами накидать не знаю как то что забирают ну посмотри ты резайду еще на секунду рыбу поставил ну ладно посмотри неизблюточно не ничего не забирают так и мужчина сходов ну все ну в 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 сау Хоть. Так, еще один. А, ну задум. А, задум здесь. Э, ща. Где Твися-то? Вся, может, зайдет? Шинекс, ты зайдешь или нет? Твися. Я не вижу. Ну, че, бурлогу. Он этот, как вот, его то выкидывает, то не выкидывает. Друзья, ща я написал, если че. Убивашка че-то говорил, что это. Убивашка тоже, он зашел, и его выкинул он нахрен. В смысле? Зачем? Человек тот, которого выкидывает. Проблемы с интернетом, но, ребят, извините. Сейчас Твися зайдет, будет зашибись. Ща подожди. О, соленый. Твой лучший друг. Нет, это мой лучший друг. Попать во звери просто. Че зайдет? Здравствуйте. 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 Твися, ты меня кинула на разговор. Что я его кинула? Кинула на разговор. А, нет. Поговорим, поговорим. Я с ним весь день в тезах, извините. Да, мне пришлось хоть и пал спекаться, прикинь. Влад, видишь, какой опыт? Че, какой опыт-то? Одну кнопку жать. Слышь, соленому надо профаз закрыть, ну ёмые. Сколько ему уже не закрыли? Хоть одну кнопку буржать. На второй рейд ЛК десятки обычный пойдет. Щас мне нужен холипал. Да, у нас скорее всего будут проблемы с его. Дедунчик. Привет. Ага, потому что хотят Лича убить. Это мой локосток. Проездом. Как Вин Дизель, да? А тут, кстати, воров не банят? За что? Вейн своего. Вейн своего. Вейн своего. Вейн своего. А вы на ком вообще? На кровь. Липа. Гурский. У нас же банили, блин и циркул. И за блинк у магов. Свася, сладко нужна? Нет, есть у меня. Я перераскиваю, слушаю. Я ещё слоки, ты себе не подставлял. Ёб его идти. На инту. Оставь сокеты на инту в этот. Шмотки на дд. Да. Можно на туре себе шею сделать. Мог 4 миска выбивать. Да чё ты без шеи бегаешь? Да. Еб, ты клоун. Просто клоун. Мне лень делать. Чемсот. Мп5 бафаешь. Шедер. С тебя каски, с меня кулаки. И отдых думать прото. Разбафлю. Ну там увлеченный урон на 12 кау. Для солёного губа, значит. Шея тяпнет нормально. Тимбалюта. У меня всякого говна. Короче, хил шмот убирать. Чё тебе убирать? Чё тебе убирать, посмотрю. А? Чё? Тимбалюта. Чё тебе убирать ты? Тимбалюта. 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 Ну на, смотри. Давай только в острее. Иди сейчас я лучше промолчу. Ремально. Ладно. Посперёмся. Чё там. Тимбалюта. Так, сейчас начнем. Живс я поставил, подчинились. Надо кому-то риги закупить, закупаемся. Что бывает? Ну что, твурена круче троллей? Я пока не понял. Ну я не знаю, кстати, слышишь, табурена? Я почитал, там у троллей вроде тоже крит есть. У троллей берсай еще своя, вот урена хренит. Крит там не 2%, а 1. Крит урон 2%, со всеми триньками решает. Без тренинг, ну так себе. Ну скажи, как это, как составишь впечатление, хочется узнать. Прошу, не жить топ-класс. Согласись, склон, диск он. Нормально, любите его идти. Эсо тебе, секунду. Куриль, не фасадисклаз. О, о, всех? Письмо. Да, 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 всех. Не-не-не, только у тебя зайдем. А это че, я, просто я уже задавала этот вопрос, я очень рассеянная. А че зайдем-то тут делает, он вернулся или че, он просто помогает? Ну ты посмотри в гильчат, потом как зайдешь. Какой гильчат там дискоин? В этот, в гильду. Да я уже догадалась, че теперь. Вернулся, конечно, куда он делится-то? От медвей еще никто не уходил. На луну летал, наверное, на ракете. Славикас. Славикас. Я вот сейчас с ним веду переговоры. Именно как раз до рестата и было. Реально ретриков не хватает, да, он смотрю. Ни хуя, я его не задеваю. Славикасом этот, как, ведешь переговоры? Ну, как бы да. Ой, успокойся ты, хочешь, я его верну. Я смотрю, а шо Саня, забил конкретно? Что-то он не отвечает все равно. Походу да. Отдохнешь, пусть отдохнешь. Какой Саня? Тэнь, забил. Мы до возвращения этого, некстурки должны убить Леща в хэме, а потом джайме. Ага. Халю у нас сразу. Ну, когда люди научатся классом думать, тогда мы будем убивать. Ну, смотри, уже лучше, чем раньше было. Я лучше, лучше, не спорю. Раньше было хуже, намного еще до вас было. Без комментариев, конечно, но... Сейчас лучше, намного. Сейчас, если колба упадет, будет вообще лучше. И сколько там? Ну, а че, это самое, много людей пришло с X1, X5, они сушили с X1 и все, там онлайн вообще. Вот в среднем уровне игры и поднялся, и будет подниматься. Будет, будет. Куда деться? Надо людей перетаскивать с X300 и удалять персонажей им, блядь. Ой, нахуй этих X300, блядь. Бомжи, люди. У меня два человека, можно, конечно, взять и сделать на всех персонажей X5, этот, быстрые старты. И они или завяжут вов играть, или этот, как он, начнут там в доту, фиготы играть. Или пойдут сюда играть. Ха. Что, пойду я кофе пока и сделаю? Да, вот это хорошая идея. Ого, Войдецкий. Привет. Ну че, Войдец, рассказывай. Хе-хе. Че тебе рассказывай? Историю рассказывай про гильдию Dark Stars, где ты пребывал в течение пяти лет. А что у вас, какое-то событие? Ну да, три года гильдии, сегодня. Вы снимаете видео? Да. Нет. А я делаю классный ШМ. Классно, наверное. Да, бью лужи, одновременно бью слизня. Замедляю всех слизней. Еще и успеваю прожать ШМ. И всех замедляю всех слизней. Жестко, да. Уровень выше циркуля. Поклонский Пеппер, заходите. Пойдем в этот юбилейный рейд. ЛК-25М. На X1 что? Так, а че, мы в ПП идем, нет? Ну, как видишь, ПП не рэгается, сейчас 19.56, так что давай пойдем уже в К20. Шоковый контент. Вон, танк ливнул с рэда и сразу мне пати. А, так ты собираешь? Слушай, Олег, мне пати не кидали, я не на фул. Но если надо помочь, я помогу там. Я скоро оффнусь. А че, на X1 еще играешь? Представляешь, ты умеешься до закрытия, а люди еще играют. Странно. Делаешь досуге просто. Третье, конец сервера с людьми нормальными. Да, я понял. Да, киданул, тратить шмоток. Да, я не киданул, там досуг просто интереснее. Ты в курсе, Славик, да? Я у тебя все твои подканалы удалил в Дискорде. Ты же сейчас с нами не ходишь в гирейды, ты бесполезен для гильдии. Вот. А у тебя все поудаляло, как раз. Как ты мог такое сделать? Ну, как ты мне в прошлый раз так же сказал, ты в рейды типа не ходишь. Когда мне надоело рейдить. Гильдии не помогаешь, тебя типа надо кикнуть. Ну, ты думаешь, я, наверное, расстроился, да? Я просто взял, короче, и канал у тебя удалил. Прикольно, да? Ой, пойду, пойду порасстраиваюсь. Так что вот, для информации ты не будешь. Ой, 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 какой ты нехороший человек. Печаль нагнал сразу. Я там старался, писал, значит, и ты взял, и одной кнопочкой удалил. Так, ты нас предал. Как ты мог себе такое позволить? Ты нас предал, ты предатель. Предатель? Да. Да, предатель. Это человек еще и релил рейды, но... Это человек, и релил рейды. А, понятно. Все ясно. Все понятно с тобой. Ай-яй-яй, какой нехороший человек. Рисе пишет, через 45 минут шахтер с Брестом играет. Мы успеем. Это шо такое? Что? Я выключил видимость и проецирование текстур, и у меня весь экран синий стал. Рисе пишет, через 45 минут. Субтитры сделал DimaTorzok